Всем привет, с вами Лурк, и сегодня я вам расскажу, кто такой Сигма. Я Сигма, крутой, я обалденный, Сигма, Сигма, крутой, я Сигмон, Сигму, Сигму, но я ведь я Сигма. Сигма, это условное наименование человека в школьной и не только иерархии. Известен этот мем в нижнем интернете уже с 2010 года, но зафорсился в верхнем совсем недавно, благодаря этим вашим тиктокам и вот этому вот пареньку. Есть альфы, беты, гаммы, дельта, альфа, рета, штрих, дельта, рета, альфа, штрих, дельта, эпсилы, намешки и разбираемая сегодня Сигма. Вообще, это лишь одна из многих существующих в обществе моделей взаимоотношения в группе. Данная модель является яркой и показательной, зачастую она мутирует и переносится не только на школьные, но и на взрослые коллективы, в закрытые, тесные, где преобладает стадный инстинкт и агрессия, а применение мозга сведено к минимуму. Если вы хотите видео об этих индивидах, давайте так, мой канал по-прежнему набирает просмотры очень слабо, хотя и видосы я выпускаю активно. Если это видео наберет 15 тысяч лайков и тысячу комментариев в стиле «Хочу видео про альф, бетов, гамма-межек» ну и так далее, я выпущу новый ролик на эту тему. Ладно, давайте к Сигме. Суть Сигмы в том, что это человек, который не входит в иерархию с альфами, бетами и омегами. Ему как бы это не интересно. Он предпочитает держаться особняком от этого быдла, что собирается в стадо. Но в отличие от омешки, самого унижаемого в обществе человека, Сигма может спокойно накидать альфачу, но без претензий на власть. Поэтому конфликты между альфами и Сигмами очень редки. Вообще Сигма-самец это человек, что практически полностью подходит под определение альфа-самца, но не заинтересован в участии в социальной иерархии. Сигма это харизматичный человек, но вместо того, чтобы тратить свой талант на получение признания со стороны общества, он тратит его исключительно на то, что интересно ему самому. Он не ждет одобрения общества при начинании того или иного дела. Он не жаждет внимания самок. Ему неинтересно пользоваться плодами его успеха. Например, кем-то руководить или помыкать. Вместо этого он имеет собственные интересы, на которых и фокусируется. Его спокойствие и уверенность все равно привлекают людей. Хотя настоящему Сигме это по факту и не нужно. Сигма старается держаться подальше от общественных развлечений. Из-за этого он может показаться омешкой. Но по факту Сигма просто имеет более интересные занятия. И если захочет, то может участвовать в общественной жизни так же спокойно, как и заниматься своими повседневными делами. И будет восприниматься всеми вокруг, как альфа-самец. Смотри, либо ты возвращаешь и больше никогда не заходишь на мой аккаунт, либо я звоню маме. Одно из двух выбирай. Иными словами, Сигма это альфа-самец, который при этом является интровертом. Но все равно пользуется уважением остальных. Отдельные люди даже считают, что Сигма-самцы являются даже более высокоранговыми в иерархии. Так как альфа-самец все еще зависит от одобрения общества. Но Сигма в этом не нуждается. И он все равно популярен. Также Сигма часто ценит справедливость, говорит правду, даже если она не популярна, и умеет убедить в своей позиции остальных. В отличие от альфы, он не занимается мордобитием и участием в потасовках, и не показывает силу за исключением крайней необходимости. Зачастую инициатором потасовок Сигмы является кто-то другой, нежели Сигма. Важным качеством Сигмы является то, что он всегда остается положительным героем, хоть и проводит много времени вне общества. Он обязательно заступится за слабого или попытается разнять драку, поможет человеку из общества, даже если это самое общество презирает и не любит. Он просто не хочет быть частью безучастного стада, которое может пройти мимо чужой беды. В наших с вами интернетах в последнее время люди сами стали называть себя Сигмами. Здесь очень важно понимать, что вставив перо в жопу, вы еще не станете павлином. А вообще, если ты называешь себя Сигмой, это значит лишь то, что ты Сигмой не являешься. Потому что еще раз повторю, Сигме пофиг на социальное одобрение и тем более на эти ярлыки. Если ты называешь себя Сигмой, значит тебе не пофиг на одобрение со стороны общества, что противоречит всему ранее мной сказанному. Стать Сигмой невозможно, им можно только родиться, как прочим и альфачом. Не всем дано, так что успокойтесь и перестаньте называть себя Сигмами. Вы не Сигмы, вы лишь так, жертвы социального одобрения. Про персонажей из фильмов и игр, которые являются настоящими Сигмы-самцами, говорить не буду. Тема, я считаю, раскрыта полностью и в конкретных примерах не нуждается. Ладно, а на сегодня у меня все, не забывайте про лайки, комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Сигма-сигма-сигма